Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да, это из Скаркарады. Скаркарады. У генерала Петрова еще что-то. Вернее, да. Какие еще из Скаркарады? Мне больше вопросов. Так, 3-2 видов. Выкрылась или раз там был? Ну, может месяц назад. Я не запоминал. А 9-го, 11-го, 2015-го в этом периоде я там не был. Не был. Так. В момент, чтобы оформлялись документы с полиции, вы не мачете, не мачете? Да. А до 9-го, 11-го вы там проезжали? Да, проезжали, но дорога была в сжатшем состоянии. То есть она там все время? Да. Там латки, кругом латки, ямы. И дорога вообще. Едешь как по полю, честно говоря. Разметки там дорожные. Там стерки, все стерки. Плохо выйдем, да. Наступо очень плохо. Особенно если еще один тюрьм и вообще не выйдешь. Понятно. Убишь их там, не мая у вас? Не мая. Все равно можете быть свободны, через находится. Понятно. Кто? Убийся вот у вас. А вот. Убийся. Числом не сидит наручный ваш. Почему угодно? Присяга, свитка, дайте я вас. Вы, в основном, подали. Так. Владислав Витальевич, вы раз попросили в деятельности свитка по административному органу Виталия Анатольевича до венеца Игоря Сергеевича. Вы спали присягу свитку, вы рассказываете, что не игроков, а не спотворил этой. И суд вас попереджает про криминальное питание за статтями 384-385 КВП за заведено на правдивое показание и отмолвы и дачи показания. Вам зрозуміло? Да. Сколько вам повных гробов? 18. 18, так. Вы проживаете, прописанный с адресом... Да. Ким диктается вам Виталий Анатольевич? Виталий Анатольевич. Ваш папе. Задавайте питание. Да. Это почему я обратился к сыну своему? Я просто спросил у него по месту, по предполагаемому месту, на которое я ссылаю за сотрудники полиции. Да, спросил, бывает, часто ли он там проходит, он сказал, что довольно часто там бывает. Какие вопросы? Вопрос я задал вот такой вот. Владик, расскажи, пожалуйста, вот то место, о котором я описывал. Анатольевич, наберите. По улице генерала Петрова, между 42 и 46 номером, напротив СТУ. Там есть небольшой поворотик разделочек, вот что ты можешь сказать по поводу состояния дороги, состояния дорожной разметки. Если там определительные линии по поводу состояния, расскажи, пожалуйста. Ну, на фото-разметке могу сказать, что линии там я не видел, там она нечеткая, там практически ее не видно. Я там очень часто хожу, могу сказать, что, ну, движение там, то есть нормальная машина заряжает, бывает заряжает. Скажи, пожалуйста, вот я положу вот кота-ляхи где, вот можешь ты узнать вот эти вот? Это место вы узнаете? Место. Да. Да, узнаю. Какое там? Ну, улица, да, генерала Петрова, по-моему, вот это вот она идет. Вот это СТУ, да, вот он стоит, магазин здесь. Да. А номер примерно генерала СТУ? Ну, не знаю, ну, куда-то вот точно знали про дорогу. Ну, СТУ, в основном месте. Ларьки здесь. Есть еще. Скажи, пожалуйста, есть ли в этом месте цельная, сплошная, белая расстрелительная линия, разметка, в этом перекрестке вот? Нет, нет. Наблюдал ли ты там вот движение автомобилей, которые поворачивают, заезжают, выезжают? Как я сказал, это как бы там обычное, нормальное время, машина разъезжает, выезжает, вот так. Ну, все, спасибо, господин СТУ. Так, ну, я думаю, что, до вас питаний побольше немало особо. Можете быть свободно или же находиться тут в саду? Нет. Так, привод у всех материалов, вы из-за оформлено? Да. Да, да. Это будет оформлено, я могу... По-моему, это будет писано, нет? Нет. Нет, нет. Нет. Вот, не знаю, какое-то по-удобности. Вот, это будет по цвету фотографии. И вот это действительно как оно выглядит. Вот это вот, приезжая с тобой... Это вы делали на посаде, как там, через неделю. А вот это вот место, это надо есть, вот он, а вот этот магазин на фотографии. И вот этот вот кусочек, где специально заснял, чтобы было видно, там, где оно есть, вот это, в каком оно состоянии. А дальше ли у них вообще есть. Ты разминаешь. Вот это там, где оно есть, оно в таком состоянии, что и вообще нет. Это там даже, это если сверху, вот конкретно на нем кто есть. А когда сидишь в машине, когда ездишь, то оно... Даже... А если вы не возражаете, мы вас указали для вручения. Вот, ну, на сопровождном источке вы поставите штампик, чтобы вы их вручили. Ну, и... Это в полиции, в канцелярии? Да, да. Это будет, короче, гарантированно, что это самое. Сейчас, ну... Сейчас, ну... Я до сих пор уверен, что они не наедут. Нет, ну, если они не приедут. Тут поведомлено, то это адморативно. Если вы решили не поведомить, то это другая отделка. Поэтому лучше будет больно. Так, я проводлюсь. Я надеюсь, что это все хорошо. Так, прошу. Так, прошу.